всем добрый день с вами как всегда я дядя федор из германии вышли на прогулку а здесь у нас такая погода прекрасная такая замечательная снежок идет цезарь идем наверх туда пойдем отсюда сверху он посмотреть там одни крыши белые все заснеженное очень красиво цезарь идем пойдем там рядом недалеко здесь собаки луна его подружка и блуну это лунын сын они гуляют отдельно потому что луна если подойдет нему блуна начинает кидаться вот такую гору такой подъем мы преодолели запыхался еще надо подниматься немножко уже силы не те да и снег скользкий кошмар такой подъем 6 здесь наверху вообще снег снегопад такой как в лесу да цезарь не могу его отпустить потому что подожди сразу через эти заросли сюда вниз к этой собаки клубе начнет не приставать там может подраться с блуном с этим сыном луны помните я вам рассказывал про такие вот на деревьях наросты вот так они выглядят это как мне сказали птицы переносят они клюют вот эти белые зернышки а потом на деревьях их вытирают и от этого начинается это поросль это это растение вырастает потом выглядит как гнезда на деревьях вот такая маленькая веточка такая шишка на дереве вырастает а потом от этого получается это растение моя жена говорит что это амела белая амела белая какое-то лекарственное растение их полно здесь на деревьях везде и на фруктовых деревьях на яблонях на других деревьях вот так мы здесь наверху попали на холмы с той стороны у нас наш гайслинген видно как во мгле там одни крыши белые видать и дать цветы меня не тащи я могу поскользнуться упасть потом ты меня домой будешь нести хорошо вот так бродить по лесам по холмам такую погоду и никакая эпидемия никакая корона здесь не страшно гуляй себе и не думай об этом а как и отвлечу сразу такие мысли темные находят прививки непрививки все ерунда главное как ты сам себя чувствуешь если ты заболеешь ты сразу определи что ты больной потому что у каждого человека свои симптомы он сразу если заболеешь и сразу тебе температура или насморк или еще чего появится потому что так просто болезни не появляется за кого-то ловит тоже вот сейчас с одной стороны как людей поделили на два класса привитые непривитые это тоже нехорошо потому что это дело добровольное ты хочешь придаваешься хочешь не прививаешься ты свою жизнью сам себя в руки берешь свою жизнь потому что очень много привитых людей болеют коронавирусом это тоже непонятно почему для чего тогда эти прививки ведь это столько денег затрачено и столько средств только нервов у людей он прививаются потом опять болеют а тем более сейчас еще все эти мутирующиеся вирусы которые с африки еще это опять же новые препараты придумывать новые прививки ставить это сколько можно в человека вливать всякой гадости ну да не нам решать мы это не можем изменить но все-таки хочется чтобы люди задумались и что они вытворяют что делают как можно людей делить на два класса сейчас привиты непривитые люди есть одинаковые есть люди больные есть здоровые какой здесь сверху вид хорошая открывается на наш город вот здесь внизу вот где вот эти высотные дома стоят наш дом находится внизу здесь сюда здесь конечно надо чтобы ходить по этому снегу сапоги не то что у меня ботинки можно через верх начерпать снегу мы с цезарем здесь первопроходцы кроме наших следов ничего нету сейчас нам еще предстоит спуск с этой горы вниз вниз очень опасный спуск скользкий для наших старых косточек это вон туда вниз надо будет спускаться цезарь ты кого ищешь он что-то все в лес смотрит сколько волка не корми все в лес смотрит да цезарь ну ты же не волк ищет не надо туда ходить там тебя быстро хищники сажут напишите в комментариях кому нравится зима вот такая погода цезарь ну-ка иди отсюда пошли куда ты носишь куда тебя несет не надо в лес эти я там не пройду от тебя я не пущу одного пойдем ишь ты охотник когда он еще молодым был вот мы на этом поле сюда внизу там гуляли я его отпускал так он сюда наверх бежал в этот лес бегал за оленями за зайцами охотник наверное инстинкт у него про их проснуться и сейчас хотя уже возрасте уже можно сказать пожилой все-таки уже 10 собачьих лет это сколько у тебя на 7 лет если умножить даже 70 тебе скоро будет или старше меня вот такие у нас дела мы старые но мы еще ничего гуляем по горам сушанин куда-то меня завел куда-то меня завелся я не вылезу отсюда ну конечно ты не думаешь что я буду по кустам сейчас ходить ходить все застой стой подожди какие сыра и стоять хозяева здесь этого сада там будка стоит здесь сверху сад фруктовые деревья здесь заросли это ежевики непроходимые а этот меня ведет на эти заросли я там не собираюсь через колючки лазить все же пойдем обойдем вот это идем и сюда ну собака вот вот это главное вот это надо пройти здесь вот эти непонятные какие-то заросли а под ними мокрая земля видать здесь вода где-то протекает чтобы нам не утонуть еще здесь в этом болоте вот мы не придем домой мамка будет плакать идем залезли мы вот сюда вот сюда выходи сюда выходи да ну кошмар где нам пройти ну-ка иди ты вперед я за тобой давай вот так прокладывай дорогу мне давай вот сюда немножко немножко правее вот сюда иди сюда иди сюда вот здесь может быть спустимся где-нибудь вот в в в к в в в в Вот здесь спускайся, иди сюда, сюда иди. Пойдем. Сазарь, ну-ка. Вот упрямый собак. Тут какой-то ручеек стекает с горы. Нет, мы туда уже не пойдем опять в эти заросли, вот сюда идем. Сюда. Здесь уже спустимся кое-как и будем уже на ровном месте. Волчара. Смотрите, какой у нас Гайслинген красивый зимой. Вон там на горе, на холме, там крест стоит. Мы там уже побывали, показывали вам всем красоту. Ну, на шестой стороны. Вот сюда будем спускаться. Вот здесь где-то кто-то уже, видать, дорогу прокладывал. А здесь еще такие следы заячьи. Или чьи это следы, не знаю. Ну, похоже, что-то такое, что здесь кто-то, видать, на заднице скатился. Или что-то тащили след такой непонятный, примятый снег. Друзья, всем, кому нравится эта природа такая, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому это очень нравится. Не забывайте жрать на колокольчики, чтобы вовремя быть оповещенными о новых видео. Может, некоторые думают, для чего это ты все делаешь, зачем, но мне нравится. Я записываю, потом выставляю в интернет, в ютуб, и они уже, эти видео у меня не пропадают, они уже сохраняются. А то мне вот много очень старых видео, которые испорченные, качество уже плохое, они на видеокассетах, на CD, не сохраняются. Видать, не очень сохраняются. Телефон уже стал промокать от этого снега. Снег идет, идет. Падает, да? Если так долго будет идти, занесет нас. Будем сидеть в берлоге своей. Хорошо мы на втором этаже. Будем с балкона выходить на улицу, если занесет. У нас сейчас, с завтрашнего дня начинается декабрь месяц. А декабрь у нас, как известно, весь в праздниках. Уже первый адвент прошел. Там выходной будет второй адвент, третий адвент, ждество. А здесь 6 декабря будет Николаус. День Святого Николая. И Новый Год, там уже не за горами. Вот, хорошо. Гуляем весь месяц. Где такое еще можно было ожидать раньше? Все-таки хорошая. Хороша страна Германии. Одни праздники у нас круглые. Вот мы спустились с этой горы. Вон там наверху мы были. Если вы видите. В этой снегопаде ничего не видно, правда. Ну ничего, вот там наверху мы были. Сейчас мы спустились. Гуляем вот здесь внизу. По дороге к дому направляемся уже. Потому что такой круг сделали, мы уже устали. Придем домой, отдохнем. А пока я буду закругляться уже, хватит. Всем я желаю здоровья крепкого. Сильно не расстраивайтесь из-за этой короны. Все в руках Божьих. Будем здоровы? Будем. Нет, заболеем. И опять выздоровеем, опять будем здоровыми. Всем я вам желаю счастья, здоровья хорошего, крепкого. Не болейте, не переживайте. Радуйтесь праздником наступающим. И живите в радость. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте. Это тоже одно удовольствие вы получите. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok